Янка Купала на монгольском языке, Франциск Скорена на татарском. То, чем гордится белорусский литературный мир, десятки известных произведений в этом году звучат по-новому на грандиозном празднике слова «Дни белорусской письменности» в Слониме. Масштабная ярмарка развернется на главной городской площади. В знаменитых белых шатрах литература на любой вкус – от детских книжек до серьезных научных трудов. Не только полистать лучшее издание, но и познакомиться с их авторами – отличная возможность для гостей фестиваля. А шесть лучших белорусских поэтов и прозаиков поднимутся на самую большую мобильную сцену в стране – за заветной национальной литературной премией. Меня особливо тешит, что в конкурсе удельничала шмат нашей молодой творческой. Промогла наша прозаик, молодой прозаик, письменница Станислава Умец с книгой «Прозы сердца сакры». Это феноменальная изъява, как молодой человек написал роман «Текавый». И им осветляются проблемы с участной молодью, наученцев, их эмоциональный стан. Это будет огромное масштабное шоу и для книгоиздателей, книгораспространителей и людей, которые просто придут посмотреть, увидеть наш уголочек белорусской земли. Это же, конечно же, яркие интерактивные мероприятия. Это, конечно, яркое открытие, яркое закрытие с акцентом на Слонимщину. Масштабный фестиваль «Родного слова» стартует уже в эти выходные. Организаторы обещают, сюрпризов будет много. Фестиваль книги и прессы, финал конкурса «Юных чтецов. Живая классика». 16 площадок по всему городу. От театральной, туристической, молодежной до фотозон с живыми цветами и гастрономическими изысками. Гостям предложат подтвердить звание самой читающей нации в исторических квестах, разгадать код сапеги и вручат множество приятных подарков.